Кто по воле Закрывает глаза ладонями Затыкает уши пальцами Чтоб не слышать, не видеть ни качества А любовь это то, что важно Но лишь однажды Дорога тебя ведет К тому, кто ждет Снова утро нас разбудит Ультрафиолета Ночь прогонит и посмеется Над нами синим небом Кто по воле Кто не по воле Примеряет чужие роли Наряжает Правда и ложь Речи за спиной и ночь А любовь это то, что важно Но лишь однажды Разбивая руки в кровь Покориться ей готов Снова утро нас разбудит Ультрафиолета Ночь прогонит и посмеется Снова утро нас разбудит Снова утро нас разбудит Ультрафиолета Снова утро нас разбудит Снова утро нас разбудит Ультрафиолета Ночь прогонит и посмеется Снова утро нас разбудит 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 Добро пожаловать на наш канал! На календаре 24 января. И, кстати, сегодня по одному из календарных источников сегодня великолепный праздник. Сегодня день исполнения желаний и фантазий. Хотите верьте, хотите нет. И скажу вам честно, этот праздник работает, потому что одно из желаний, причем не только мое, исполнилось. И, кстати, по вашим многочисленным просьбам сегодня у нас в гостях. Великолепные музыканты, прекрасные артисты и просто хорошие люди. Давайте их встречать сегодня у нас в гостях. Группа Глинтвейн. Привет! Привет! Добрый вечер! Привет! Великолепная песня, великолепное начало сегодняшнего эфира. Наверное, стоит познакомить еще раз всех с вами. Антон Купцов, фронтмен группы «Основатели», если не ошибаюсь, солист Глинтвейна, автор текста в музыке соло на гитаре. Иван Мурашко, клавишник группы «Глинтвейн». Иван, привет! Привет! Сергей Купцов-Кондратьев, барабанщик группы «Глинтвейн» и концертный директор. Всем привет! Кстати, об этом поговорим немножко детально. И бас-гитарист группы «Глинтвейн» Артем Василенко. Здравствуйте! Ну, с наступившими вас новогодними, рождественскими, в общем, всеми зимними праздниками. И вот вы знаете, я не зря сказал, что сегодня день исполнения желаний и фантазии. Часто ли исполняются ваши желания? Антон, как фронтмен группы, я думаю, тебе сегодня придется отвечать на львиную долю вопросов. Ну, что я могу сказать? Все желания исполняются от того, как мы этого желаем. Как мы хотим, как мы работаем. Хотим, чтобы у нас все исполнялось и, пожалуйста, будет все исполняться. То есть, вот такой вот абсолютно простой рецепт? Да. Зачем, так сказать, придумывать велосипед, когда надо просто себя прогнозировать на удачу и все. Ну и, конечно, двигаться к ней, работать. Как же без труда не вытащишь и рыбку из воды. Совершенно верно, полностью согласен. Зрителям нашим хочу напомнить, что, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Уже доступен Viber, он готов принимать ваши пожелания, послания, сообщения. Ну и, конечно же, если вы хотите задать вопрос кому-то из участников группы «Глинтвейн», сегодня у вас есть такая уникальная возможность. Контактная информация, телефоны, как всегда, внизу на ваших экранах. Так что присоединяйтесь к нашему разговору. Я уверен, вам тоже будет о чем спросить у наших сегодняшних гостей группы «Глинтвейн» сегодня на программе «Добрый вечер, Гомель». Возьмем прошлый год, стал он для вас, судя по соцсетям и по афишам в городе, по каким-то заметкам в интернете достаточно насыщенным. Это конкурсы, участие в хит-парадах и так далее и тому подобное. Вот если подвести итоги прошлого года, что можно сказать, чем он запомнился? Победами, новыми записями, написаниями новых песен, стихов. Так что, в принципе, материал... Победили на фестиваль «Каменецкий драйв». Выступали как приглашенные гости. Было круто. Растет. Да, в октябре победили на радио «Столица» в Минске. С песней «Ток по нервам», которая прозвучала именно первая. Да, мы стали песней месяца. Мы много работали. Я думаю, что мы эту победу заслужили достойно. То есть, если я правильно понимаю, что 2018 год, это стал, скажем так, годом работы в студии практически без выходных дней. Да. Для того, чтобы достичь желаемых результатов. После работы репетиция, после репетиции домой, опять там вторник, четверг, воскресенье. У нас пока три дня репетиции. Ну и все это делали перемешку со студией. Да, студия. Где-то вокал неправильно спел, где-то гитару почистить надо. Так что... То есть, эти кропотливые творческие труды не заставили себя, ну, как бы принесли желаемые результаты? Да. Подадобился один год. Ну, как один год? Сначала... Ну, мы берем в 2018. Ну, в принципе, мы к 2018 году просто дружно подходили всем коллективам. То есть, мы начали работу в 2017. В 2016. В 2016. У нас так получилось, что мы начали вообще развивать свою творческую программу. Мы пошли в этом направлении. Вот. Как бы основательно. Потому что нас многие в городе, может, знают, как мы... Кавербэнд где-то. Ну, на самом деле, мы не кавербэнд. Мы всю жизнь пытаемся играть свое. Потому что у нас есть своя творческая программа. Причем неплохая. Как я лично считаю, со мной, может быть, друзья мои согласятся. Об этом считают многие люди, которые слушают нас, которым мы нравимся. Ну, наверное, многие фанаты уже появились. Вот. Поэтому мы к 2018 году просто это все плавненько подвели. И поэтому он такой плодотворный у нас слушается. Как раз таки вот к вашим фанатам тоже, к поклонникам хочу обратиться, что не стесняйтесь, звоните к нам в прямой эфир. Уверен, что вам есть что сказать и вашим мирам, и, может быть, задать какой-то вопрос. Познакомился вот буквально перед этим прямым эфиром, буквально сегодня, перед этой встречей с вашим пресс-релизом. Вы знаете, многие пресс-релизы доводятся по роду деятельности, по работе. Читать. Вот там прямо красным цветом указано, что группа Глинтвейн – это группа с двойным талантом. Но нету расшифровки, что такое двойной талант. Конечно, можно было бы спросить у директора коллектива по телефону и у продюсера, просто в конце концов забить в Google. Группа Глинтвейн – двойной талант. Что это такое? Рассказывайте. Честно скажу, вот я сам не знаю ответ на этот вопрос, но вообще могу предположить. Ну, двойной талант, я так полагаю, что здесь имелось в виду то, что мы сами пишем стихи, сами пишем музыку и в то же время аранжируем. Как бы здесь один человек пишет стихи и музыку, а вся группа аранжирует. Поэтому как бы группа с двойным талантом. Я так полагаю, что, возможно, я правильно ответил на этот вопрос. В коллективе все работают. Директор, да. Дополнитель, как он по-директорски сказал, да. А то. Я думаю, что директор, как административная единица коллектива, должен лучше других знать, что же такое, что в пресс-релизе написано. Написано все правильно. Что же такое двойной талант? Ну, я думаю, что Антон ответил как бы все правильно, потому что есть человек, который приносит материал, а есть группа людей, которые этот материал обрабатывает и доносит до нашего слушателя уже в том виде, в котором они уже слышат и слушают и в интернете, и на радио. Можно, я скажу? Можно говорить. Купцов в доске. Да, я иду. А вообще, я скажу, что, ну, двойной талант, пускай-то останется маленьким секретом. Что же такое двойной талант в группе Глендвей? Окей, договорились. Иван, вот тут уже два брата-близнеца окружились своими ответами. Как происходит творческий процесс рождения того, что получается? Вот все-таки директор сказал, остальные музыканты тоже подключаются к этому процессу. Ну, творческий процесс довольно сложный. Нельзя это прямо сказать, так в двух словах объяснить. Антон сочиняет стихи, сочинил музыку, принес, спел, послушали, подобрали гармонию, потом пришел я, послушал, изменил гармонию. Потом пришел Артем, бас-гитарист Артем. Да, ему же объяснили, какая гармония. Или тебе просто рассказывают, что гармония это, и просто послушай, прими как должное. Ну, мне отдают гармонию, да, если есть запись, я могу послушать, снять, добавить что-то свое в эти записи. И так и получается. Иногда приходишь снимать в ноль. Сказали, вот снять нужно прям все ноты, все фишечки. А иногда приносится что-то свое. Занимаемся ключевым творчеством, называется. Иногда бывает играешь так, вот оно, вот, вот эта вот нота, ее нужно обязательно вставить, и в ней может быть... Что часто происходит с клавишами? Меня клавишник наш радует вообще иногда. Приходишь на репетицию, он как что-нибудь заиграет, и ты так стоишь и думаешь, господи, где же ты раньше был с этими нотами? Ну, то есть, вот, все вправе. Иван, то есть, готовишь какие-то такие сюрпризы, или это все происходит само собой? Ну, скажем так, что они могут рождаться прямо во время репетиции сразу. Вот сел, подумал, потому что все-таки инструмент серьезный, и много прямо рождаться может сразу в процессе репетиции. Что ты мне подсказываешь? На репетициях ты устанавливаешь свою клавиатуру в какой-то определенной плоскости, где пересекаются правильные творческие энергии? Космические. Ну, вы знаете, что клавишники все сумасшедшие в группах. Ну, я не имею в виду там девочек, которые там умеют только вот... Знаете, как обычно, группа собралась, играют рок клавишника, не хватает девочку, взяли, она только... А если же человек серьезный клавишник, то у него, конечно, ну, ложится очень много, как аранжировщик, как правило. И поэтому приходится, ну, генерировать какие-то идеи вот такие специальные, особенно, что касается гармонии. Да, игра со звуком тоже. Со звуком, да, это все постоянно. Обязательно. Очень непросто. Вот вы знаете, меня как и почитателя творчества группы Глинтвейн, и просто как человека, который, скажем так, рядом с миром музыки находится и постоянно следит за творчеством тех или иных коллективов. А с чего же все начиналось? Вот прозвучала мысль, что история группы берет свое начало в 2006-м. То есть в 2016-м вы уже отметили десятилетие. То есть вам уже 13. Какая красивая цифра в этом году у вас, 13 лет. С чего все начиналось? Кому первому пришла идея, что они создать ли нам группу? Да, это мечта, наверное, с детства. Ну, мне было как раз 13 лет, когда пришла мне эта идея вообще заняться творчеством. Нет, там не желание, скорее. Там был просто детский разговор с другом. Я, в принципе, всегда рассказываю эту историю, с чего все начиналось. Но на самом деле это правда, а, так сказать, кота в мешке не утаишь. Просто стояли по 13 лет детям. Давай создадим группу. Давай, все. И погнали на этом. Кто будет писать песни? Он говорит, ты. Я говорю, а чего я? Я никогда не писал стихи. Я даже не знаю вообще, что это и с чем это. Ну, ты попробуй. Ну, и первая песня у меня... Действительно, репертуар жены какой-то. Да, да. Не 13 лет мысли появились. Надо же что-то и петь. Жестко вообще было тогда, очень тяжело. Даже не зналось, с чего начинать писать. Много чего не хватало, материала вообще, мысли. Поэтому пришлось удариться в чтение и почерпывать информацию. Даже просто как простейшие стишки вот сочиняются. Даже доходило вплоть до того, что садился и читал и Пушкина, там и всех поэтов. Пытался сравнивать, потом пытался что-то свое писать. Ну, месяц буквально первый. А потом начинался уже жизненный опыт. Я откуда знаю, потому что жили вместе, я за этим всем наблюдал. Я первый критик, который самый первый слышал стихи, песни. Подожди, директор, послушайте. Ну, вот нынешние фронтмен коллектива в 13 лет, пообщавшись так вот с другом, решили создать музыкальный коллектив. Да, он еще тогда даже не знал, что он будет барабанщиком. То есть директор был не в курсе, что создается музыкальный коллектив. Меня еще не предовредили об этом. Он вообще был не в курсе всего. Квартирная репетиция у нас была, да. И ему дали какие-то, короче, раньше такие были кресла советских времен. Там такие подушки лежали. И мы сказали, вот это твои барабаны. Он там что-то их поставил. Дали какие-то палки от ломаных вешалок такие. Косил такой. Директор. Да, у нас уже был этот момент, мы где-то взяли бас-гитара, точно помню. Соло-гитара у нас была одна. И одна акустическая гитара. И вот мы там собрались, у нас как раз тоже четыре человека. Ну и что-то начали пробовать. Ну подожди, с пацанами во дворе решили... Нет, у нас в школе. В школе, да. В школе. Кто первый узнал о том, что в музыкальном мире скоро прозвучат новые ноты? Кто первый узнал? Ну кому-то же вы первому рассказали потом, что вот такая история происходит. Ну на тот момент тогда это все смотрелось так банально, поэтому все поулыбались дружно и помахали рукой, можно так сказать. Ну типа, что это очень все сложно. Но вы-то подумали, что все не просто так, что как-то надо... Сила воли. Никогда не сдаваться, пытаться... Хорошо, но я все-таки докопаюсь до ответа на поставленный новый вопрос. В 13 лет все это решилось, все это завертелось. Помните тот момент, когда после очередной репетиции вы поняли, вот оно, вот все не просто так это вот затевалось? Честно скажу, даже не помню. Когда пришло такое первое серьезное осознание того, что группе быть? Так группе быть в любом случае, потому что это желание, вот, и это мечта, и об этом мечтал я очень долго. Во-первых, песни писались, песни лились изнутри, а надо было что-то с этим делать. Взяли и начали делать. Название Глинтвейн кто предложил? Ну, как-то, конечно, я объясню почему. Совершенно случайно тоже я что-то так с кем-то разговаривал. Наверное, как раз был разговор о том, как назвать коллектив, и это тоже было где-то около 2006 года. Вот, тогда мобильных телефонов, кстати, не было мобильников, разговаривали все по-домашнему. Я был очень блатной тем, что у меня был радиотелефон, я там лил по квартире, да, такой, о, я, в общем, беседа была, лилась рекой. Ну, и чисто случайно я говорю, вот, что если назвать Глинтвейн, группа, название вот группы Глинтвейн. Почему? Потому что я не могу никак определиться со стилем, в каком стиле мне двигаться. Так как я знаю, что Глинтвейн, в принципе, это горячий напиток из красного вина, с сахаром. И может быть, с различных специй. Да, с сахаром и пряностями. В принципе, название очень хорошо подошло для стилистики группы, то есть мы конкретно не придерживаемся. Мы играем просто поп-рок, такой вот. Где-то можем джаз добавить, ну, вот есть композиции. Ну, времени сегодняшнего вечера у нас еще предостаточно, мы услышим все музыкальные краски группы Глинтвейн. Следующая композиция у нас называется «Тени». Можно немножко узнать историю создания этой песни? Ой, все очень просто. Я тогда учился. Просто ты так помотал головой, я думал сейчас, что нет, не узнаете вы историю этой песни. Это, знаете, у болгар есть такая, то есть они вот так машут это, говорит да, а вот так это, говорит нет. Ну, я вот, наверное, сегодня болгарин. На самом деле там все очень просто, как всегда. В общем, я учился в автошколе и как бы ехал домой. Ну, я не буду рассказывать всех секретов. Мало ли. Вдруг еще какой-нибудь вопросик зададите. Конечно. Который, может быть, для телезрителей будет интересен. В общем, просто ехал домой и в автобусе уже начал, так сказать, записывать первый столбик этой песни. А потом приехал домой и, как всегда, у меня первый слушатель это Сережа был, наш директор. Я ему говорю, слушай, вот, и как начал, и все, и он обомлил. И таким образом получилась песня «Тени». Но я знаю, что еще один факт кинематографический повлиял на создание этой песни. Ну да, 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 после просмотра одного фильма. Секунду, 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 не рассказывай, после просмотра какого фильма, друзья мои, хочу обратиться к вам. У меня в руках замечательная кружка. Я думаю, что наши телекамеры передадут все ее очарование, кристаллы Сваровски, которые украшают, из которых нарисован логотип Глинтвейн на этой кружке, и уже фирменный знак, застегивающийся молнией, достанется кому-то из вас. Причем эта кружка выполнена в единственном экземпляре, можно считать эксклюзив от группы Глинтвейн. Сегодня она стоит у нас в студии, но буквально через час может стоять у кого-то из вас на кухне, может быть, серванте. Но все не просто так. Вопрос у меня для вас есть. В репертуаре группы Глинтвейн есть прекрасная песня «Тени», которая скоро прозвучит в нашем эфире. А теперь вопрос. После просмотра какого фильма появилась эта песня? Напомню, что варианты ответов на этот вопрос принимаются только по телефону. Номер его, как всегда, внизу на ваших экранах. Не забывайте, что любой вопрос вы можете адресовать для наших сегодняшних гостей, для группы Глинтвейн. К нам номер нашего Вайбера, а также на ваших экранах. Так что победитель получит в качестве приза эту замечательную кружку, инкрустированную кристаллами Сваровски. Пока наши зрители будут дозваниваться, я думаю, что давайте все же услышим прекрасную композицию «Тени». Не переключайтесь. КОНЕЦ Ты не даешь мне спать Мысли о тебе, как проклятий Мне тяжело дышать Если рядом нет тебя, солнце светит зря Ведь не хочет память верить И не хочет память знать, что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать к тебе В огне Душе моей сгорать Душе моей пылать Свистою падшая в небе Ты умирать в своем полете Не долго в одиночестве черном бесполезно мечтать Чтоб все осталось как прежде Надо только набрать Мой номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать Как не сойти с ума Если в каждом новом дне Твоё отношение Кто исцелит меня Если ты доктор мой И лечение Ведь не хочет память верить И не хочет память знать, что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать к тебе В огне Душе моей сгорать Душе моей пылать Свистою падшая в небе Ты умирай в своем полете Не долго в одиночестве черном бесполезно мечтать Чтоб все осталось как прежде Надо только набрать Мой номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ведь не хочет память верить И не хочет память знать, что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать к тебе В огне Душе моей сгорать Душе моей пылать Свистою падшая в небе Умирай в своем полете Не долго в одиночестве черном бесполезно мечтать Чтоб все осталось как прежде Надо только набрать Мой номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать 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 Прекрасная композиция, прекрасное исполнение. Тем временем у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, кто к нам дозвонился. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, и вам добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Диана. Татьяна, очень приятно. Вы откуда? Диана или Татьяна? Диана. Диана, прошу прощения, здравствуйте. Откуда вы к нам звоните? Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда звоните к нам? Я хочу ответить на ваш вопрос. Ну, это хорошо, это все замечательно. Вопрос я вам повторю, и вы попытаетесь забрать у нас эту кружку с крестлами Сваровски. Звоните к нам откуда? Еще раз. Звоните к нам откуда, Диана? Из Гомеля. Отлично. Насколько хорошо и как давно знакомы с творчеством группы Глинтвейн? Ну, больше года уже. Больше года, отлично. Что знаете, какие секреты про коллектив знаете? Рассказывайте. Сегодня все можно. Я знаю почти весь суперсуар, почти наизусть, поэтому... Отлично. Диана, ну вот, кружка, вы знаете, скажу вам честно, жалко расставаться. Поэтому вопрос у нас не совсем простой. После просмотра какого фильма появилась песня о тени, которая только что прозвучала в эфире программы «Добрый вечер, Гомель»? После эффекта бабочки. А почему? Ну, потому что... Цитаты же есть у них даже. Даже такой эффект, как взмах крыльев бабочки, способен вызвать цинамент в другом конце света. Ну, судя по аплодисментам, это верный ответ. Потому что почему, я даже сам не знал. А я слышал, слушал, сидел внимательно. Молодец, Диана. Диана, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Эта кружка достается вам и только вам. И будьте уверены, что она у вас будет в единственном экземпляре на всю планету Земля. Вот такой вот прекрасный подарок от группы «Глентвейн». Оставайтесь на связи, наши редакторы расскажут, где и как вы сможете забрать этот приз. Всем же остальным напомню, что мы работаем... Пускай так вот красиво постоит. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните. Сегодня есть уникальная возможность обо всем, о чем угодно, спросить у группы «Глентвейн». Они сегодня у нас в гостях. Также не забывайте о том, что все ваши послания долетят к нам в Viber. Вот уже достаточно большое количество сообщений пришло. Я к ним чуть позже обращусь. Слушай, вот вопросы мне еще чуть раньше хотел задать. Когда формировался музыкальный коллектив и когда вот все узнали, что... И когда первые репетиции состоялись, и когда все узнали, что уже и название у группы есть, Сергей сразу сказал, что он будет директор? Нет. Тогда у нас как-то все довольно скудненько было, скажем так. Мы просто репетировали, просто репетировали свое удовольствие, скажем так. И каких-то взглядов на большое какое-то будущее, на что это что-то у нас не было. Мы что-то серьезную работу особо так... Просто пели и играли. Да, но в любом случае мы старались, причем старались по полной. Потом мы начали уже участвовать в каких-то концертах в Гомеле, в Минск мы ездили. Потом еще куда-то мы ездили, уже просто не помню, куда давно было. Вот. Поэтому... Ну и постепенно, постепенно, и сама идея вообще продвижения коллектива на большую сцену пришла, наверное, в году 2011-2012, наверное, вот так. То есть здесь мы уже основательно взялись за то, что мы поставили перед собой цель и стали двигаться именно в этом направлении уже окончательно. Я думаю, что как бы больше серьезно мы начали смотреть и делать какие-то серьезные взгляды на творчество. После была такая взлетная полоса в городе Гомеле. Да-да-да, совершенно верно. На 101,3 радио. Совершенно верно. Да, на 101,3. И Саша Лемешков был это самое... Как это правильно говорить? Диджей там или как он? Ведущий. Ведущий, да-да-да. И мы победили, ну мы заняли второе место. Как бы уже в Гомеле именно по песне «Останься» группу «Глинтвейн» начали узнавать. Ну, точно, у нас же еще песня «Останься» была. Вот. Какая прелесть фронтмен группы, который, по идее, в любое время дня и ночи, когда его не разбудит, должен наизусть знать все тексты песен. Я знаю. На это есть директор. На это есть директор. Просто я говорю, Саша, сколько материала, что бывают некоторые песни, а у меня такая песня еще, оказывается, есть клево. Нет, но все-таки вот к директорским обязанностям. Когда тебе сообщили о том, что, ну, Сереж, ну, вот ты будешь директором? Ну, наверное, в 16-17 годах. Да, не, раньше, в 2012. А, и в 2012 я уже так как-то... Ну, как бы там уже обрисовалась эта ситуация. Да, начало уже пошло такое, что я должен был, ну, буду заниматься именно всеми вопросами коллектива, да. Вот мы уже с вами несколько лет встречаемся и в этой студии, где-то на концертных площадках, и, слава богу, коллектив уже устоялся. Вот как подбирались музыканты? Вань, ты помнишь тот момент, когда пришел в коллектив и стал частью Глендвейна? Я-то помню. И мы-то помним. Конечно, вот они тоже помнят. Но тогда речь не велась о творчестве, тогда просто... Ведь у нас, как говорится, как одно из двух жизней нашего коллектива, не только творчество, но, к сожалению, приходится играть и кавера тоже песни. И вот им нужен был клавишник просто, играть кавера. Ну, нашли меня, в то время нигде не играл ни с кем, перестал мотаться в Россию, так уже сел в Гомель, и вот мне позвонили. Позвал, тут участник такой был, здесь у них тоже басист другой. По счастливой случайности. Да, привел меня к ним. Ну, так вот, как в известном произведении, и все заверте. Вот, потом сначала играли кавера, они на меня посмотрели, так что вроде играет, и все. Ну, а потом уже посмотрели. Ой, не прибедняйся уже. Да-да-да, пришел мультиинструменталист, не побоюсь этого слова. И я сразу расцвел, думаю, господи, хоть клавишник пришел. То есть человек, который... Господи, вторая мысль, хоть бы не ушел. Да, без амбиции, понимаешь, Саша. Человек, который вот на него, вот, Ваня, вот, никогда не опаздывает на репетицию, там, если опаздывает, всегда предупреждает, там, вот это вот. То есть, вот, положиться можно, так сказать... Человек ответственный. Да, ответственный человек. Расскажите историю появления Артема в вашем коллективе. Артем, а как ты появился? Первый раз в группу Глинтвейн я попал, чтобы не соврать, лет семь назад, наверное, и привел с собой гитариста. Тогда лет... Да, это был второй курс. И Вова, гитарист остался, а я... Добрецов? Ну, Добрецов, Вова. Нет, даже не семь лет назад. А сколько это? Двенадцатый год был? Не двенадцатый. Не двенадцатый это был? В двенадцатом году играл Артем Козлов на соло-гитаре. Вот тогда это, наверное, тринадцатый был. Это тринадцатый или четырнадцатый? Да, тринадцатый-четырнадцатый год. Я пришел в эту группу ненадолго, на две репетиции. Ну, там постичь... Почему? Потому что проблемы были с учебой. Я тогда в Соколовской учился. Стечение обстоятельств. Да, стечение обстоятельств. И потом как-то одним вечером сидел, пил кофе, просматривал объявления на сайте GuitarBuy, смотрю, о, группа Глинтвейн ищет бас-гитариста. Так, надо срочно позвонить. То есть, а до этого ты знал, что ты был у Глинтвейна? Или просто какой-то музыкальный коллектив, где на две репетиции сходил? Ну, Глинтвейн я знал, конечно, потому что ВКонтакте постоянно смотришь у друзей Глинтвейн, Глинтвейн, Глинтвейн. И про музыку я особо не знал, но знал, что такая группа существует. И запомнил лица двух вот этих вот талантливых людей. Я бы сказал одно лицо. Ну да. Ну и вот пришел, начали учить и кавера, потом я уже начал подтягивать авторскую музыку. Авторская программа вообще довольно-таки смешно. Так вот и получилось, в общем-то. Вот то, что касается двух одинаковых лиц, братьев-близнецы в одном коллективе, ну, по-моему, в Беларуси, не то, что вы умерли в Беларуси, вы единственный коллектив, где... Может такого быть. А группа Лэн Саунд в Минске там тоже, по-моему, были братья. Да, там братья, но они-то внешне разные. Они не близнецы, они просто братья. Так вот, я к чему. Просто вот в музыкальной истории этого давайте вспомним. Братья Гримм. Потом группа Оэзис. Ну, и вот если вот проследить, я сейчас ни о чем плохом не хочу сказать, я просто констатирую факт. Если проследить, например, ту же музыкальную прессу, даже и желтую прессу, то где появляются братья-близнецы, потом какие-то начинаются разногласия. Ну, вот часто ли, скажем так, по творческим или по административным, внутриколлективным моментам возникают какие-то споры? Ну, без споров, как говорится, в спорах рождается истина. Спорить это дано не просто так. Так, поспорили, так сказать, пришли к общему знаменателю, и на этом все. Но думать о том, чтобы развалить коллектив, у нас таких мыслей нет. Боже, не говорите здесь в этой студии об этом. Здесь должно быть все настроено на позитив. Я хочу сказать, что после вашей студии мы сразу пойдем на Али. Ваша студия – это взлетная полоса такая. Вы знаете, заговорили мы о каких-то мистических моментах. Так вот, следующая композиция тоже достаточно с таким мистическим названием. Проклятие. Как, откуда родилось название этой песни? Ух, я тогда, это был 2007 год. Я даже помню, в каком году какая песня была написана. Не потому что я где-то записывал, просто такие песни запоминаются. 2007 год, утром ехал на работу. Холодно, зима. Я тогда еще курил, баловался. Сейчас я уже не курю, слава богу. И это правильно. Очень помогает, то есть не курить, вообще помогает не только для спорта, физически себя лучше чувствовать, а для меня важный голос. То есть из-за этого, в принципе, были заброшены сигареты в мусорное бедро. Ну это и правильно. Вот, но, но, именно тогда, когда я курил, вот именно это курение как раз-таки помогло мне написать вот эту неплохую композицию. Ну что, давайте послушаем, после привелся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я напомню, что это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Мы работаем в прямом эфире. В гостях у нас сегодня прекрасные музыканты, потрясающий коллектив, группа «Глинтвейн». Очень много сообщений приходит к нам в Вайбер. Вопрос Антону. А, добрый вечер. Вопрос Антону. Помнишь ли ты свою первую написанную песню? Вопрос пришел от Анатолия. Конечно, помню. В 13 лет. Там такие стихи были «Солнце садилось за черную воду, бросая на черную воду свет». Дальше уже что-то не помню. Как не помню? Стихи остались стихами или все-таки на музыку были положены? Не, ну я что-то положил на музыку, но я как бы отодвинул их в сторону. Так сказать, не отодвинул в сторону, я их положил просто в ящичек. Ну ты подумай, возможно, 13-летие коллектива стоит ее как-то явить вашим поклонникам? Скажу так, что многие песни, которые были написаны мной еще в 20-м веке, родились заново ровно. Какая прелесть, вы существуете с прошлого века. Никому об этом нельзя рассказывать. С прошлого тысячелетия, я бы сказал. Да, ну это же конец тысячелетия. Вот, они появились, то есть они родились в новой жизни за счет того, что появились новые технологии. То есть я их переработал, слепил, так сказать, с нашим временем теперешним и вот теперь показываю. То есть новый хит ждать? Да, кстати, по поводу новых хитов. Концерт, который произойдет 22 февраля. Секунду, о концерте расскажу. Вот сейчас вот следующее сообщение. Следим за творчеством группы, участвуем в опросах и конкурсах ВКонтакте. Желаем новых творческих успехов. Эдуард и Люба прислали это сообщение, следом идет вопрос. Хотелось бы узнать, есть ли в планах группы концерты, которые можно было бы посетить? Да, 22 февраля 2019 года в стенах ГЦК. Ждем с нетерпением всех поклонников. Начало в 19.00. А есть у меня еще информация, что не за горами, ну и не концерт, а творческая встреча, которая состоится 27 января уже в это воскресенье. Расскажите буквально в двух словах, что это за акция? Это благотворительная акция. Едем в Реческий дом-интернат для детей. Господи, это слово. То есть я с медицинскими терминами не очень дружу. Ну, в общем, едем. Может директора на помощь позвать? Расскажите о психофизических отклонений. Особенностей. Особенностей, да, для детей. Развитие. Едем дать детям концерт. Благотворительно. Великолепно. Едем с замечательными ребятами с железными братьями, которые устраивают там железную елку 3. Мне подсказывают, у нас есть звонок, и не просто звонок. К нам дозвонились зрители, я так понимаю, ваши поклонники из Москвы. Алло, здравствуйте. Добрый вам вечер. Из Москвы? Алло. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Да, да, да. Привет, Москва. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня уже информация, что вы к нам дозвонились из Москвы. Где смотрите нас в Москве? Расскажите сразу. Ну, это, пожалуй, наверное, единственное место, где можно посмотреть. Это в топ-сети, конечно. А прямой эфир, конечно, к сожалению, почему-то не соединяет. Ну, давайте с вами знакомиться. Как вас зовут и... Алло. Зовут меня Виталий. Алло. Да, да, да. Слушаем вас, Виталий. Очень приятно, Виталий. Алло. Алло. Москва. Мы вас слушаем. Виталий, вы в эфире. Говорите. Да, да, да. Что-то со связью местами перебивается. Ну, ничего страшного. Ну, не просто так вы из Москвы дозвонились в Гомбель. Я так понимаю, что с группой Глинтвейн у вас особое чувство отношения? Да, конечно. Сейчас вот связь получше. Глинтвейн, когда я только услышал, то есть, да, там, то есть, группа очень хорошо передает вот эту атмосферу, то есть, да, в то же время простота и оригинальность. То есть, да, когда я услышал ихнюю песню в Питере, такое ощущение, как будто я сам прогулялся по Невскому. То есть, буквально трех-трех с половиной минутное путешествие, то есть, да, можно, так сказать, отправиться. И это касается, как бы, каждой песни. Представляешь, Виталийка, я в этот момент по Питеру целый день ходил, мерз. Но это того стоило. Что вы из Москвы пожелаете ребятам из гомельской группы Глинтвейн? Ну, что можно пожелать, как и всем другим группам любых творческих успехов, как бы. Ребята идут ногу со временем и, как бы, пусть продолжают в том же духе. Спасибо. Спасибо вам большое. Я надеюсь, у вас такая же прекрасная погода в Москве, как и у нас, и такая же прекрасная атмосфера, как и у нас в студии. Виталий из Москвы был с нами на связи, поклонник группы Глинтвейн. Ну, вот Виталий уже проанонсировал песню в Питере, поэтому, я думаю, что сейчас самое время ее услышать, как вы на это смотрите. Положительно. С удовольствием. Окей, песня в Питере продолжает наш эфир. С удовольствием. С удовольствием. О, воздух Питера, вдыхая Твои руки в моих руках В этом городе так хочется дышать Холод питерский не пугает Согретые чувствами сердца Даже если с крайнего севера Дует холода Все мосты и парки искожаны И мы с собой довольные Селфи выложим в сетях Во всех новостях Мы по Невскому гуляем Здесь так хочется мечтать О, воздух Питера, вдыхая Твои руки в моих руках В этом городе так хочется дышать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы по Невскому гуляем Здесь так хочется мечтать О, воздух Питера, вдыхая Твои руки в моих руках В этом городе так хочется дышать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть еще некоторое время для того, чтобы дозвониться к нам в студию И задать вопрос нашим сегодняшним гостям Ну, или рассказать, что же вы чувствуете, когда слушаете песни Замечательная группа Глинтвейна Они сегодня у нас в гостях Но я хочу еще один вопрос из Вайбера зачитать Добрый день! Здравствуйте! Это от Виктории сообщение Вопрос к Антону Кто служит для вас Музой для вдохновения к написанию песен? Вопрос от Виктории Ну, что я могу сказать по этому поводу? Все сложно В плане того, что Амузы может и не быть Да ладно Да Просто ни с того, ни с сего Остаешься как бы наедине с собой Я даже не знаю, как это описать, ощущения Ну, вот, к примеру, с песней «Проклятие» разобрались Была очень жутко холодная погода Вот, собственно говоря, она и как-то Там красивое слово «проклятие» Вот это Я его просто То есть я слово «любовь» завуалировал этим словом То есть прошу отменить свое проклятие Вот эту мою любовь к тебе И сама вот эта вот метафора То есть она мне очень зацепила И я таким образом, то есть появился И припев этой песни То есть вдохновение музой может стать все, что Или все, кто угодно Честно скажу, ну, наверное, да Потому что многие песни я пишу даже прямо на работе Бывает просто с утра подымаюсь Или перед сном Вот я кино посмотрел, к примеру «Дуэлянт» такой фильм есть российский? Есть Вот И благодаря этому фильму я тоже как бы посмотрел Как-то меня вдохновился очень Причем первый раз, когда я его посмотрел Просто посмотрел Потому что это было просто кино какое-то Что вечером поглядеть Вот После репетиции А когда я второй раз его поглядел То как-то вот вдохновился И когда я уже лег спать Спать мне не удалось То есть я настолько У меня захлестнули именно эти мысли То есть песня сказала «Напиши меня» Да То есть, ну, как вот можно сказать Какая муза? Ну, что муза у меня фильм просто был Я не знаю, что муза Она должна жить где-то То есть это сложно сочиненный химический процесс Так же, как и любовь Вот совершенно точно Вы же признали, что это очень сложный химический процесс? Очень сложно Как и здесь Музыканты, хотим мы этого или нет Все же люди публичные И, насколько мне известно Совсем недавно вы попробовали себя в новом образе В новом амплуане Только работает на сцене Но и вы стали перед объективом фотокамер Вы приняли участие в фотосессии профессиональной Расскажите эмоции, Сергей Классно Как классно вообще Да, меня вообще заставили в клипе даже сниматься Думаю, господи, боже мой Ну, то есть, ребята Фронтмен группы Глинтвей На что же вы хотели-то? Да, как-то необычно Я старался всегда стоять А в этой жизни все в первый раз А тут меня еще попросили, чтобы я в клипе снял Здорово Мы успокоились Сразу подошли к делу Не стали там как-то так кукожиться Не стушевались Да Ребятам было приятно с нами работать Причем профессионалы приехали Они приехали уже со сценарием Что надо, где стать То есть, мы только делали все, что они говорили Так, ребята, делаем вот это, вот это Образы для фотосессий Вы просто были сами собой или все же? Ну, сами собой, да Как бы надо Пока еще нет таких конкретных сценариев на то, чтобы вести себя на сцене каким-то определенным образом В любом случае, это надо тоже все оттачивать Вы знаете, мне подсказывают, есть у нас на связи по телефону человек, который был по ту сторону камеры Это фотограф, который работал с вами Его зовут Александр Давайте послушаем, что он скажет Алло, здравствуйте, Александр Здравствуйте, Александр Здравствуйте, здрасте Как настроение, как дела? Добрый вам вечер Алло Алло Да, здрасте, здрасте Если я правильно понимаю, если у меня верная информация Именно вы были тем человеком, тем фотографом, который работал на фотосессии с группой Глентвейн Смотрите, не совсем фотографом, да Тут небольшая предыстория, как мы пришли к этому фотосету У нас музыкальный магазин Music Market Buy, который, ну, многие знают как музыкальный магазин, но не все знают, что у нас есть отдельная программа поддержки музыкантов, называется Друзья Music Market Вот, мы по всей республике находим самых талантливых исполнителей, коллективы и стараемся их поддерживать Ну, это и скидки в магазине, это какие-то промо-акции, вот, в частности, фотосет Это совместно с еще одним нашим очень хорошим партнером, минский фотограф Аполлинария Курганова Это вот она непосредственно заведовала вот этой фотосессией Ну, смотрите, у ребят это был первый подобный опыт Расскажите, с вашей профессиональной точки зрения, по десятибальной шкале, насколько группа Глентвейн справилась с поставленной задачей? Знаете, я бы сказал, что у нас 12, потому что мы очень боялись, что, знаете, люди творческие, что у каждого свое видение Мы боялись, что мы не успеем закончить все намеченное до вечера и не успеем вернуться обратно в Минск А на самом деле мы очень быстро, очень четко, ребята, сработали просто, высокопрофессионально В результате у нас осталось еще куча времени, да, и вот за это оставшееся время мы еще пошли на такой небольшой творческий экспромт Отсняли небольшой видеоролик Я думаю, этот видеоролик мы обязательно увидим, когда в следующий раз группа Глентвейн придет к нам в гости Александр, огромное спасибо за то, что этот кусочек этого вечера провели в нашей компании Это был Александр, человек, который непосредственно был свидетелем и создателем фотосессии, вашей первой профессиональной фотосессии Ребят, катастрофически летит время, вот почему-то так происходит Когда хорошая компания, когда разговор вот только-только-только получает свое развитие, ну вот эфирный час заканчивается Я думаю, что сейчас самое время еще раз напомнить, где же вас увидеть в ближайшее время директор коллектива Сергей Купцов-Кондратьев В интернете Приглашайте на концерт Да, всех ждем, друзья, на концерт Вот афиша, я вижу сзади меня 22 февраля Девушки, женщины, не дарите своим мужчинам носки, одеколоны Подарите им концерт, купите им билеты, придите с ними к нам на концерт Группы Глентвейн, мы вас ждем Получите удовольствие Да, получите удовольствие, мы будем всем рады Я знаю, вы также ведете активную жизнь и в соцсетях Это настоящие вы, или все-таки у вас есть специальные люди, которые вот что-то там за Антона, за Ивана, за Сергея, за Артема что-то пишут Мы нормальные люди, сами можем написать что угодно Такой, да, интересный вопрос Думаю, кто же это за меня? За меня мало кто напишет Потому что я амбидекстер, поэтому таких людей, как я, раз-два на пальцах посчитать Отлично, песня «Послушай», которую я бы хотел предложить завершить сегодняшний эфир Кого приглашаете послушать? О чем эта песня? Значит, создание этой песни, получилось, у меня когда-то была одна песня Вот, я из нее взял припев И сделал одну песню А с куплетов я сделал вторую песню То есть у меня из одной песни получилось две Была мама, получились дети Какая интересная комбинация Да, необычная Сам не ожидал, но песню послушали Мы ее слушаем буквально через несколько мгновений Всем же остальным хочу напомнить, что это была программа «Добрый вечер» Гомель на телеканале «Беларусь-4» Завтра будет также вечером, безусловно, будет «Добрым» Ну, а также хочу сообщить, что по четвергам мы ждем в гости Всех интересных, креативных, творческих солистов, вокалистов группы, студии, музыканты Пишите к нам в группу ВКонтакте Заходите на личные странички ведущих телепроекта «Добрый вечер» Будем рассмотреть все предложения, будем дружить, общаться Ну, а также пишите, звоните и рассказывайте, кого бы вы в нашей студии еще хотели увидеть На этом сегодняшний «Добрый вечер» заканчивается Но уже в понедельник встретимся с вами снова Ну, а этот вечер прекрасный «Добрый вечер» завершает группа «Глинтвейн» с композицией «Послушай» Всем удачи и до встречи Выключи мое искусственное солнце Подари мне ночь Спой мне свою единственную песню про любовь Скроем под раскаленным одеялом тайну слез Упавших звезд Я так хочу, чтобы не кончалась ночь Я так боюсь, что ты исчезнешь однажды Ищи из тысячи несказанных слов Послушай, что будет дальше Послушай, что будет дальше Послушай Двери Закроем двери Растворимся в глубине Комнат влюбленных в лунный свет Скользящей по стене Чаем Горячим чаем Ты напомнишь о себе Моей мечте Я так хочу, чтобы не кончалась ночь Я так боюсь, что ты исчезнешь однажды Ищи из тысячи несказанных слов Послушай Что будет дальше Послушай Что будет дальше Послушай Скажи Что будет дальше Как Соли Еще Соли Что будет дальше Я так хочу, чтоб не кончалась ночь Я так боюсь, чтоб ты исчезнешь однажды Еще есть тысяча несказанных слов Послушай, что будет дальше, послушай Что будет дальше, послушай Что будет дальше, послушай Что будет дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА